Здравствуйте, здравствуйте всем, кто смотрит, кто проходил мимо. Обязательно оставайтесь, потому что рубрика у меня сегодня необычная. Я не снимаю, как-то не случилось у меня говорить про те ароматы, которые носились за последнее время, там за какой-то месяц или конкретный период. Но в этом году такая весна, что практически ноябрь за окном. И только листья на деревьях не дают думать о том, что скоро Рождество. Так вот, сегодня я хочу немножко рассказать о том, что я носила. Какие-то неожиданные открытия по ароматам, которые я уже знала или вот купила недавно, планировала на что-то, на какое-то время и не случилось, или наоборот. В общем, давайте поговорим об этом. Это еще даст такую возможность немножко развить тему того или иного парфюма и не только его описать по нотам и настроению. Поехали! Что же у меня первым делом носилось? И это у меня жасмая сигарет от Etat Libre d'Orange, в простонародье Eldo. Это, конечно, белый цветок, жасмин, который заключен в дым, тем более дым такой особенный, не табачный, а сигаретный. И в этом его интерес вообще, этого аромата. Из-за вот этой самой дымной ноты он мне кажется современным. Сидит прекрасно и на мужчинах, и на женщинах. И тут я должна просто оговориться о том, насколько красиво этот аромат раскрывается на мужчинах. Мой муж его носит. Мужская кожа его настолько красиво оформляет, будем говорить так, жасмин вообще куда-то исчезает. То есть вот белый цветок, который по определению считается женским, может быть, цветком невесты, на мужской коже, вот в обрамлении этого дыма сигаретного, выдает что-то такое невероятно притягательное. Прямо если вы парень, молодой или даже мужчина, но хотите соблазнить, вот мне кажется, этот аромат очень такой оригинальный и манкий. Так вот почему же я носила этот аромат? Потому что вот настолько он шлейфовый, настолько он как-то раскрывается невероятной симфонией. Летом, возможно, уже не хочется такого чего-то громкого и даже оркестрового. Хочется, может быть, более каких-то моноароматов. А вот весной, особенно вот с этими переменами в погоде, то дождь, то сильное солнце. У нас было прям вот несколько дней такого сильного солнца. Но этот аромат в любую погоду, в демисезон, раскрывается прекрасно. Поэтому весенним ароматом, конечно же, его нужно называть. Возможно, в прохладное лето тоже. Я как-то даже не пробовала. Вот что-то мне дым не хотелось носить летом никогда. Но вот в этом году, возможно, будут какие-то вечера, в которые можно будет поносить этот аромат. Поэтому вот Just My Cigarette один из лучших, мне кажется, представителей у дома. И носился прекрасно. Я прям вот рада-рада этому 100-миллилитровому флакону. Обычно я люблю маленькие размеры, такие прям игрушечные. А здесь довольна таким подарком. Еще один вот такой king size у меня недавно показывал. Это Atkinson Rose in Wonderland. Слушайте, это настолько красивая роза, свежая, что по определению, в принципе, могла бы носиться весной и летом. Мне кажется, летом я ее тоже буду носить. Ее главная, особенная черта, это то, что, мне кажется, из-за натуральной вот этой составляющей розового масла, розовой воды такой немножко разбеленной, этот аромат может носиться даже зимой. В качестве аромата для себя, аромата для медитации, аромата для вот таких каких-то, знаете, душевных посиделок. И вот даже просто с семьей где-то. Ну, вот бывают же такие моменты, когда никуда не выходишь, но пахнуть чем-то хочется. Не обязательно это должно быть мыло или там что-то такое мускусное или совсем альдегидное. Ну, в общем, у каждого своя история. Но вот этот аромат, мне кажется, вот прям такой, как душ из розовой воды. И он настолько незатейливый, что носился у меня прям несколько дней подряд. И дочери я ему брызгала в волосы, все были довольны. И вот это я планирую вам показать еще и летом. Да ладно! Ну, наверное, так будет, потому что как-то он еще на мне раскроется, может быть, по-другому. Потому что это у меня новый флакон, я его ношу вот только, ну, наверное, с месяц. Хотя, кстати говоря, я его купила и очень долго не раскрывала. Хотела сделать распаковку. И распаковку-то я сделала на камеру, может быть, я потом ее вставлю. Но не показала вот в прошлый раз в розовых ароматах, в розовых. Кто что предпочитает? Я обычно говорю розовые. Так вот этот аромат еще себя покажет с разных сторон и будем о нем еще говорить. Оставаясь в белых цветах, я хочу вам рассказать про Жур Дернес. Я этот аромат как-то обошла в свое время. Слишком цветочный. Моя соседка рассказала мне о том, что ей подарил его муж. И она как-то, в общем, не ее история была. И я тоже как-то так обошла его в свое время. И опять-таки, вот продолжение не случилось, потому что были какие-то отзывы. И не вызвал он у меня интереса. Потом я его услышала на одной девушке. И мне он очень понравился. Я спросила, что это такое. И оказалось, это Жур Дернес, опять Жан-Клод Алина. Ну, в общем, сами знаете, какая у меня с ним история. Если не знаете, то вкратце я его просто люблю. Так вот здесь идеальное сочетание белых цветов и цитрусов. Все в регистре легких пузырьков. И мне это поднимает настроение. Конечно, он звучит хорошо, когда легкий ветерок и солнышко. Но здесь очень хитрый мускус. Точнее, он не хитрый, он просто прекрасный. Я в последнее время уже говорила, мускусы выбираю. У меня такая избирательная политика случается с ними. А тут он раскрывается настолько мягко, настолько манко. Вот бывают мускусы. Мы с вами поговорим буквально скоро про красивые мускусы. И вот здесь есть он. Я его чувствую. Но настолько он красиво закругляет всю вот эту пузырчатость, шампанистость начала композиции. И сердце у него такое же. И поэтому вот кто-то написал про этот аромат на фрагрантике. Солнечный круг. Вот точно. Жур Д'Армес стал для меня симпатичным открытием. Настолько симпатичным, что едет ко мне такая же мензурка с распылителем в версии Горденни. Потому что вот здесь Горденни есть. Но, наверное, маловато. Я Горденни люблю. Так что расскажу, вот как приедет и разношу. Следующий аромат у меня тоже был в розовой подборке. Это Декларасион Д'Асуах от Картей. Это мужской аромат, который я ношу. Так, на всякий случай вам говорю. Но мы здесь все знаем, что женщина может носить мужской аромат. И наоборот. Итак, это аромат, конечно, про розу. Но роза здесь не главный компонент. Здесь скорее вот тот Декларасион, который солнечный. Который классический, прекрасный. Но немножко подсурдиной древесины. Подсурдиной вот этой самой розы. Сумеречной такой. Она уже не в ярком свете. Наверное, серьезная она. Может так показаться. Вначале это очень красиво звучит. В плане вот этих деревяшек с цитрусами. Потом этот аромат можно назвать, наверное, каким-то опять-таки средним по звучанию. Я уже об этом упоминала. Те, кто не знают. Кстати, подписывайтесь, не проходите мимо. И оставайтесь, лайкайте. Все вам здесь рады. Так вот, средний по звучанию почему? Потому что вот он и на какую-то погоду такую среднюю хорошо идет. И не заденет окружающих уж слишком. И вместе с тем он не очень сладкий. И он не очень цитрусовый, кислый. Вот этот, мне кажется, настолько выверенный. Настолько он классичный. И вот такой вот классика современного прочтения. Мне он очень нравится. Мне очень нравится его шлейф. Он сидит очень долго. Это вот тот аромат, который также подойдет как в офис, так с друзьями. И даже вот где-то выехать, я не знаю, на прогулку к морю, тоже он хорош. Потому что шлейф такой возникает с ветром, что вот просто наслаждение от него получите. Вот если вы не знаете, женщины, что это за аромат, обратите внимание. Вообще многие ароматы у дома-кортье в мужском отделе могут подойти женщинам. Я об этом уже рассказывала. Если вы не видели, посмотрите по ссылке в видео. И вот как раз-таки следующий аромат будет из этого же дома. Он тоже мужской. И вот он у меня тоже носился несколько раз за этот период. И это маст. У меня тоже вот такая появилась. Видите, сколько здесь? 15, наверное, миллилитров. И тоже со спреем. Я просто обожаю такой размер. И еще посмотрите, насколько это удобно. То есть вот он не круглый, а он какой-то такой и плоский. Этот аромат характеризуется как восточный. И да, он восточный. Вот как мы, европейцы, его понимаем. Это вас не заставит думать о какой-то восточной лавке. Или задушит своей сладостью. Или вот если вы любите сладость. Это вам не даст вот этого удовлетворения от восточного стола. А здесь анис красивый. Но анис на грани цитрусовости. Вот кажется, что вот этот цитрус, ну какой-то необычный. Потом ты понимаешь, что это вот такая остренькая нота аниса, которая впоследствии поддержана немножко имбирем. Имбирь неявный. Вот не бойтесь, кто его не любит. Я его не чувствую вот таким прям уж явным аккордом. Он просто поддерживает то, что начинает анис. Анис я обожаю. И вот у меня есть тоже мензурка женского маста. Тот уже как-то слишком сладкий, слишком горизонтальный для меня и растекающийся. Вот он как раз-таки идет больше в зиму, в согревательную вот эту историю. В общем, этот и зимой, и летом прекрасен. И как раз вот на демисезон он мне показался настолько энергичным, восточным джентльменом, сопровождающим каждый раз каким-то новым, под новым углом меня. Моему мужу он не приглянулся. А я рада несказанно. Вот если вы уже пробовали, расскажите. А если не пробовали, то обязательно к затесту. И, конечно же, поделитесь, какие у вас мысли. Потому что я без ума от этого аромата. Опять же, вы поняли, мой джентльмен. Еще один весенний мой сопровождающий. Это Фёст в туалетной воде. И он у меня куплен совсем недавно. Я давно хотела. У меня были пробники, я носила. Но мне кажется, что вот он как раз таки, по сравнению с теми пробниками, которые я сносила, он немножко более современно звучащий. Мне кажется, что-то здесь изменили. Но по настроению он прекрасен. Он классный. Я хотела альдегидов, а не есть здесь. Это, конечно же, классика. Почему я его носила? Потому что мне очень понравился его такой солнечный заряд. И я захотела его поносить вот на следующий день. И оказалось, что погода уже была другая. Было меньше солнца. Но звучал он точно так же солнечно. Свежо и солнечно. Есть в нем какая-то энергия. Изначально предусматривалось, что это энергия бриллиантов. Ну, блестящее, да. Что-то такое вот. Даже колкое в нем есть. Но в итоге все смягчается. И сидит очень красиво. Но объемно на коже. Поэтому, если вы не можете себе позволить какую-то новинку. Предполагается, что новинка у нас дорого стоит. Правильно? Я оговорюсь. Если вы не можете позволить себе нишу. Какую-то дорогостоящую. То вот есть ароматы старой школы, которые стоят на нижних полочках. И все еще красиво. Так вот, ферст, он в принципе... Я не могу сказать, что вот у нас он очень дешевый. Но вместе с тем он может попасться на всяких промо-акциях и так далее. Да, и вот носился у меня в плане такого энергетического заряда, солнечного. Поэтому рекомендую всем, кто еще не знаком. А тем, кто знаком, пишите. Дальше будет неожиданная история про Изю Ланьюи от Сисли. Я снимала целое видео, где я сравнивала эту версию с классической. Если вы не знаете, посмотрите. А продолжение было в арабатах про розы. Так вот, сейчас я хочу просто вам рассказать, почему я ее носила и как и что. В какой-то момент я захотела, вот прям принуждала себя попробовать его еще раз. Потому что я помнила этот мускус, который меня материл. Я была прям вот с осторожностью подходила к нему. И в этот раз он на мне раскрылся малиной. Потом я зашла на фрагрантику. Вот бывает такое, что это в воздухе витает над всеми парфманьяками. Мысли сходятся. И на заглавной странице фрагрантики меня ждала статья о том, насколько малиновая эта роза. Я была удивлена вот такому стечению мнений, потому что на мне он раскрылся яркой малиной. Я даже была обескуражена вот этим, откуда малина взялась-то. Я обычно ношу, могу носить несколько ароматов, и я помнила точно. Этот надела. А что было дальше? Откуда малина? Так вот, малина здесь есть. Хотя там заявили просто фрукты, смородины, возможно. Причем присмотритесь, если вы не знаете этот аромат, или он вам не подошел. Здесь есть мускус, он чувствуется. Но сейчас этот мускус хорошо нивелируется и малиной, и розой. И вообще-то малина с розой, на мой взгляд, они хорошо переплетаются. Вот этот шовчик между малиной и розой, он смывается какой-то общей нотой, мне кажется. Поэтому вот здесь роза есть, то есть это аромат, конечно, цветочный. Но и малина прекрасно может сесть, наверное, летом, если мы говорим про фруктовый аромат. Дальше. Я хочу еще сказать о том, что он очень шлейфовый. И вот почему-то в этот сезон у меня носилось все, что шлейфовое. Все, что такое летящее. Я вообще платьев не ношу, поэтому, наверное, все шлейфы от парфюма. Что еще интересного я нашла в этом аромате? Он очень комплементарный. На него обращают внимание мужчины. Это вот что-то сродни той же изи дневной, классической. И также всеми любимой идиль от Герлена носить буду. Еще один аромат, похожий по настроению и по направлению с изи и ланью, это шалимах, суфле дульмиах от Герлен. Здесь уже другая фруктовая история, но все-таки фруктовая. Здесь тоже много света и много объема. Вот почему они похожи. И много брызг. Вот как-то оно такое все объемное, летящее, воздушное. Будучи достаточно плотным. Это не то, чтобы шерстяной палантин или что-то такое, если с тканью связывать, сравнивать. Не шелк. Но что-то достаточно плотное, будучи легким. Найдите ассоциацию с тканью. Здесь хороший бергамот, который не переходит в древесину. Поэтому он остается достаточно легким. Он засахаривается не знаю чем. Это не та ваниль, которая в настоящем шалимаре, в классическом. И вообще здесь, мне кажется, это отдельная песня, совсем не похожая на шалимар. Ну, Дом Герлен любит ваниль, поэтому практически все ароматы имеют ваниль. Здесь как раз-таки никакого особенного ванильного аккорда я не чувствую. Есть сладость, но вот у меня это как какой-то цукадзе сахаренный что ли. И какая-то есть в нем нота, как бы это так выразить. Фрукт, который перестоял, его еще можно есть. И он еще даже не помятый. Ну вот что-то начинается такое слишком сладкое. То есть оно еще не началось, но вот уже есть намек на него. И вот в этом аромате это есть. Но вместе с тем его настолько классно занесили с солнцем, что хочется этим пахнуть. То есть он как-то так на грани для меня. На грани он существует и то притягивает, то чуть отпугнет. Классный, классный аромат. Думаю, что я буду продолжать его носить и летом. Где-нибудь там в летнюю погоду, вечернюю. И что еще хочу сказать. Да, есть дым. Вот если сравнивать шалимар классический, есть дымок. Мы говорим, что шалимар классический, он дает дым от ванили. Но здесь вот я не чувствую той ванили, которая немножко с кожей перетерта, с дымом. Но дым чувствую. Поэтому все так намеками, где-то с миру по нитке и получился шалимар суфлюлюмиэх. Если вы все еще не нашли свой шалимар, то это как шаг. Один шаг к классике. Ну и хороший, яркий, цитрусовый, радостный, оптимистичный аромат на весну и на лето. И даже, мне кажется, на бабье лето, и вот туда поближе к октябрю, тоже, мне кажется, он будет хорошо сидеть. Напоследок добавлю вам яду. Хотите? Это у меня Serge Lutens, fils de joie, сын радости, который я носила зимой. Мне он очень нравился. Но сейчас я его... Я сейчас стала ездить на велосипеде, кстати говоря. О моей жизни. Так вот, на велосипеде все по-другому ощущается. Потому что шлейф в три раза быстрее ловишь. И так как на велосипеде необязательно носить маску. То есть обычно я, в принципе, из-за этого пересела на велосипед. Но сейчас не об этом. Этот сын радости в одном пшике меня чуть не задушил на велосипеде. И впоследствии я надела ту куртку, в которой я была, когда носила этот аромат в последний раз. И насколько он меня душил. Ну не то, чтобы, понимаете, душил. Просто мне кажется, что этот аромат не на весну. Или на какую-то весну более холодную. Вот он мне как-то хорошо зимой зашел, как сейчас говорят. И вот как-то, наверное, я не воспринимаю его уже вот сейчас, когда солнце, когда... Или же нужно его очень мало. Потому что, в принципе, я обычно больше одного пшика таких ароматов не пользую. Может быть, я переборщил. Может быть, я два раза брызнула. Не знаю. Но такова реальность. Просто хочу сказать, отметить какие-то вещи, раз мы уж не просто говорим про ароматы, а вот как-то, как они живут с нами и так далее. Что вот такое есть. Если вы собираетесь его покупать, имейте в виду, что, может быть, можно отложить эту покупку. Но я знаю, что очень многие любят ароматы достаточно увесистые, поэтому, может быть, вас это и не отпугнет. Мне здесь открылась новая нота какая-то. Я даже не знаю, как ее назвать, как ее обозначить. Это что-то нерасчленяемое. Это какая-то сцепка нескольких нот, похожая на помадность. Вместе с тем, в нем есть холодок. Парафиновая помада, знаете, то есть она не на воске пчелином или на каком-то растительном воске делается эта помада, а вот с участием парафина, с участием нефти. Так вот, что-то мне в этом слышится вот именно весной. Поэтому, ну, это мое личное. Опять-таки, даю намек, а вы смотрите сами. Ну, это вот то, что настолько красиво, настолько ярко, что в принципе может играть. И вот как сядет и как заиграет. Я считаю, что погода имеет отношение к вот нашему восприятию во всяком случае ароматов. Может быть, они сами по себе живут. И это только мы их воспринимаем в зависимости от того, как мы себя чувствуем в то или иное время. Все возможно. Но почему-то все-таки хочется нам летом цитрусов или там, не знаю, чего-то экзотического, а зимой бальзамов, миямов. Такая вот у меня история получилась сегодня. Я на самом деле не ожидала носить вот то, что я носила. Я ожидала носить больше идиль, больше что-то воздушное и свадебное. Но вот оказалось, что хотелось согреваться. Поэтому вот эти вот, как мне показалось, представители, которые у меня носились, спонтанно и интуитивно. Вот они как раз подходят и на время, и по настроению, и по погоде. Какие ароматы носили вы? Что вы планируете носить еще до конца мая? Ставьте лайки, подписывайтесь. Я всем очень рада. Счастливо, пока. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»